Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплеица социальных технологий. Я надеюсь, нашелся хоть один человек, который попытался воссоздать стрим Милова, посмотрев предыдущее видео. Обращаюсь лично к нему. У вас все получится. Я имею в виду по жизни. Итак, задача, заставка, отбивка, кадр с фото и надписью. Кто не понимает, о чем разговор, посмотрите предыдущее видео, хотя бы камень. Так, ну заставка у нас есть. Это просто статичное фото. Займемся основным кадром. Плюс добавляет новую сцену. Лучше сразу называть как-то понятно, сцен может быть много. А плюс здесь соответственно добавляет новый объект в сцену. Начнем с устройства захвата видео, то есть собственно ведущего. Там в стриме у них хорошая камера стоит на ведущем и красивая студия. У меня тут все, конечно, не очень. Но в последнем видео мы еще и камеру хорошую сюда прикрутим. А пока просто веб-камера Genius. Тут есть небольшие настройки видео. Кстати, сюда можно кидать луты, то есть заранее сделанную цветокоррекцию. Тоже покажу потом. Ну и в целом все можно оставить по умолчанию. Единственное, вот эта галочка выключает камеру в сцене, если вы ее закрываете. И если в следующей сцене используется та же камера, она там иначе не включится. Но, к сожалению, при включении этой галочки она там может не включить. Так, кадр есть. Выключу себя, чтобы не смущать. Теперь, что касается надписи. Надпись там на голубоватом фоне. Сначала делаем фон. Фоновый цвет. Выбираем. Уменьшаем. Двигаем. Уменьшается изображение по умолчанию пропорционально. Если нажать shift и потянуть за грань, уменьшаться будет независимо. Фон готов. Добавляем текст. Скажем новости теплицы. Здесь выбор шрифта. Пусть будет DIN PRO. И здесь размер. А вот надпись готова. Тут есть такая удобная вещь группировать объекты. Так как у нас это работать будет всегда вместе, можно эти объекты объединить. И теперь уже двигать совместно и включать и выключать также совместно. Это теперь один объект. Единственное надо чуть-чуть подправить. Высоковата новость относительно плашки. Вот так наверное. А теперь низко. Ну ладно. И вот теперь мы можем это все включать и выключать. Ну то есть заготовили заранее 10 таких плашек или прямо в эфире быстро пишите и просто включаете и выключаете нужную. Дальше фотография. Закидываем любую фотку. Где-нибудь ее ставим. У фотки тоже должен быть фон. Чтобы не подбирать цвет можно просто сделать CTRL-C, CTRL-V. Это, кстати, распространяется на все объекты. Их можно копировать и закидывать в разные сцены. Тоже подровняли. Так, тут есть иерархия слоев. Те, что выше в окне источник, помещаются на передний план в сцене. Так как фон нам нужен под фото, мы просто перемещаем его здесь под слой с фото. Готово. Также объединяем слои, потому что работать они у нас будут вместе. Все, основной кадр готов. Ну вот так это примерно будет выглядеть. Ужасно, конечно, будет выглядеть, но уж не в защите. Надо еще выстроить кадр и света дать побольше. Ну, в общем, равнять бесполезно. Представьте просто, что тут кадр отличный. Напрягите воображение. Теперь займемся отбивкой. Там в стриме была моушн-графика, сделанная заранее. У меня есть заставка теплицы. Подойдет. Соответственно, нам нужен объект и источник медиа. Таким образом мы добавляем медиафайл с компьютера. Вот у меня лого. По меньшей мере mp4 он понимает. Ну и мув, я уверен, тоже. Не стал экспериментировать, но думаю, что понимает он почти все. Окей. И вот такая вот прекрасная отбивка. Все, у нас есть все для проведения эфира. Пустили заставку. Какое-то время она висит. На площадке все собрались. Пустили отбивку. Напоминаю, что то, что вы видите в мониторе идет в прямой эфир. И главное успеть переключиться на основной кадр, иначе будет брак с черным кадром. То есть еще раз. Заставка, отбивка, стрим. Ну и в стриме по мере надобности включаем и выключаем надписи, фото и так далее, заготовленные заранее или наскоро написанные в процессе прямого эфира. Но это надо работать в режиме студии. Об этом в следующем видео. А чтобы не рисковать с отбивкой, ну не выжидать ее окончания в отдельной сцене, ее можно вставить в основную. Напомню, что Ctrl-C, Ctrl-V работает. И в основной сцене она один раз прокрутится и запустится основной кадр со стрима. У нас тут правда нет ничего. Давайте я закину быстро фото. Будем думать, что это как будто видео. Как будто вот такой стрим у нас и я тут ведущий. И соответственно заставка. Основной кадр, который начинается с отбивки. И по ее окончании автоматически включается стрим. Главное не забыть отключить отбивку, иначе при каждом переходе на эту сцену она будет включаться. А так не будет. Ну и все. У нас все готово к эфиру. Алгоритм ясен. Дальше все зависит от вашей фантазии. Осталось этот эфир запустить, то есть поженить ОБС и YouTube. Это очень просто. Нам понадобится ключ потока, который можно взять в запланированной трансляции. Об этом мы говорили во втором видеокурсе. А вот здесь. Нет, это у нас веб-камера. Я вообще, кстати, так никогда не делаю, потому что запускаю всегда через ОБС, а это у нас здесь, в трансляциях. Причем это получается не запланированная новая, но неважно. А вот ключ потока. Копируем. Возвращаемся в ОБС. Настройки. Вещание. Здесь уже стоит YouTube. Вообще про настройки подробно я буду говорить тоже в следующем видео. И вот сюда вставляем ключ потока. Применить. Окей. Все. Запустить трансляцию. Сейчас мы ее запустили в ОБС. Она еще не пошла в YouTube. А, нет. Пошла. Ну в общем я сейчас сделал все не совсем правильно, потому что это новая трансляция. Я все делаю по другому алгоритму с запланированным видео и в следующем уроке покажу, как все сделать правильно.